Валерий Курас Снеги Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы расскажем вам о том, как хрупкая девушка обратила ко Христу целый город. Было это очень давно, в конце III века. В знаменитой Икании, где некогда проповедовал сам апостол Павел, жила девушка по имени Пороскева, что в переводе с греческого означает «пятница». Почему пятница? В этот день эта святая появилась на свет. Родители нарекли так свою дочь в благодарность Богу. Ведь именно в пятницу церковь вспоминает страдания Господа нашего Иисуса Христа, который претерпел Он для спасения человечества. Юная Пороскева росла на радость всем людям. Особенно запали ей в душу слова священного писания. «Да коли есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье». Вот и старалась девушка, как могла, оказывать помощь сиротам и нищим, своим и чужим. В Икании жило много язычников, и Пороскева рассказывала им о Христе, стараясь просветить светом веры. А перед душевными очами Пороскевы снова и снова вставали в загадочные слова «Да коли есть время». «Что они означают?» – размышляла девушка. «День проходит за днем, и время мирно совершает свое течение. Неужели оно когда-нибудь остановится?» Но вот пришло злосчастное утро, когда время, казалось и вправду, прекратило свой спокойный отсчет. По всему городу был вывешен императорский указ об истреблении христиан. Каждый из них должен был либо принести жертву языческим богам, либо претерпеть жестокую казнь. Вся Икания, казалось, окунулась в беспросветную тьму. Люди с опаской смотрели друг на друга. Умолкло веселье, воцарилась тревога. Но вдруг в этом полумраке раздался ясный голос дела Пороскевы. «Собратья, не бойтесь ничего, не поклоняйтесь идолам, укрепитесь верой Христовой, и никто вас не одолеет». Язычники схватили Пороскеву и бросили ее в темницу. Вскоре в Иканию прибыл царский наместник. Увидев светлый лик юной девы, он удивленно воскликнул. «Если бы она творила зло, то боги не наделили бы ее такой красотой». «Кто ты?» – спросил он девушку. «Как твое имя?» «Я христианка, ношу имя Пороскева, пятница», – ответила она. «Ведь именно в пятницу Христос пролил кровь за грехи всех людей». «Что было, то прошло», – холодно ответил ей наместник. «А теперь внимательно послушай меня. У меня есть приказ императора предавать всех христиан смерти, но я хочу пощадить твою молодость. «Принеси жертву богам, и к твоей красоте я добавлю честь и богатство». «Богатство мое сам Господь», – возразила ему дева. «Он и почтит меня вечной жизнью, если пронесу я свой крест до конца». «Ну что же, ты сама сделала выбор», – заметил наместник. «И придал деву Пороскеву научение». «В ту же ночь явился ей в подземелье ангел Господень». «Исцелил он ее раны и укрепил в подвиге». «В грядущий день», – возвестил он, – «предстанешь ты Христу на небесах, а пока иди проповедуй людям его спасительное имя». Едва забрежжил рассвет, как Пороскеву, вновь привели на суд наместника. Тот изумился, увидев ее исцеленной, и приписал это действию своих богов. И потребовал, чтобы девушка немедленно это признала. «Нет, не мертвые идолы, а живой Христос вернул мне здравие», – ответила ему Пороскева. «А твои боги, где они?» Наместник повел ее в языческий храм. «Вот», – сказал он, – «эти боги исцелили тебя. Отблагодари же их хоть как-нибудь». «Ты все еще обольщаешь себя», – горько вздохнула мученица. «Но теперь смотри сам на силу этих изваяний». И громко повелела идолам. «Во имя Господа моего, Иисуса Христа, Падите вы все на земь и рассыпьтесь в прах». И вдруг ужасный грохот потряс все здание. Ввысь взметнулись столбы удушающей пыли. Это было все, что осталось от рухнувших идолов. «Велик Бог христианский», – закричал весь народ, – «благословенно и дева Пороскева, возвестила она нам спасение». Так хрупкая девушка, укрепляемая Господом, посрамила силу языческих богов и царских воевод. Претерпела она и смерть за Христа. Но уже ничто не могло отвратить жителей Икании от почитания истинного Бога. Христос победил. И время, время опять продолжило свой спокойный ход. И вот уже более полутора тысячи лет прославляет церковь святую великомученицу Пороскеву Пятницу. Хрупкую девушку с крепкой, как камень веры. Да сохранит всех нас Господь ее святыми молитвами, мои хорошие. Субтитры создавал DimaTorzok